Это картина «Малярия Ирана». Я посвящаю эту награду людям моей страны, которые любят больше всего на свете. Счастье обрести без свободы никак нельзя. И вот эта картина о том, что эти два молодых человека, девушка и мальчик, для обретения своего счастья должны обрести свободу, и они идут на суицид. На самом деле история, присущая и очень часто встречающаяся в странах, где очень много запретов и табу. Я понял, за что жюри дали первую премию. Это действительно борьба за жизнь, за свободную жизнь, за то, чтобы люди все-таки сами строились. Ну так интересно, потому что иранская какая-то жизнь, то есть мы не знали об этой стране ничего. Это, в принципе, по-моему, даже по свободе, чем в России, мне понравилось. Кинофестивали «Восток-Запад» классика и «Авангард» 10 лет. За это время в нем поучаствовали кинематографисты из более 50 стран мира. Они показали свыше тысячи картин, а главные награды «Золотого сарматского льва» удостоились кинорежиссеры 36 государств. Сегодня, еще раз говорю, мы гордимся, что 10-й фестиваль у нас проходит, что в свое время, благодаря Росфильму, Министерству культуры, было принято решение проведения фестиваля. Нынешний фестиваль еще шире, конечно, раздвинул границы, не только географические, по составу участников, по киноработам, но, прежде всего, восприятие мира через искусство – это очень здорово. Я, например, фестиваль наблюдаю 10 лет, я с ним Рос. То есть, я вот 10 лет к вам приезжаю и вижу изменения в городе, изменения, так скажем, в киноинфраструктуре, появился там новый кинотеатр большой, ну и так далее. То есть, мне кажется, очень все позитивно. В юбилейный год зрители увидели и авторское кино, и арт-хаус. Для кинофестиваля их выбрал новый программный директор Барбара Лорей де Лошальер. Однако на сам кинофестиваль кинокритик так и не приехал. Случилось там недоразумение визовое, она не смогла прибыть, но от нас, в собственном жюри, был тоже представитель ФИП РИСИ, поэтому, мне кажется, все складывалось нормально. Плюс у нас в этом году такой коллективный выбор. Кстати, как ни странно, фильм президента кинофестиваля Татьяны Воронецкой «Белые ночи», снятый совместно с режиссером Андреем Богатыревым, участвовал в конкурсной программе. Получил две главные спонсорские награды и приз зрительских симпатий. Ну, как я могу оценку своему ребенку поставить? Он у меня самый красивый, самый умный, самый талантливый, самый любимый. А вот оценку можете поставить вы.